Самбо – вид спорта, который с каждым годом набирает популярность. Молодые юноши и девушки изучают единоборство не только ради физической подготовки, но и умения защитить себя и своих близких. В выходные дни в Кандалакше состоялся большой турнир, который был приурочен к Дню памяти воинов-интернационалистов. На турнир по самбо на призы Кандалакшского объединения, общественной организации «Боевое братство» приехали спортсмены из разных городов области. Мурманско, Мончегорско, Оленигорско, Кировско и, конечно, самой Кандалакши. Это борцы категорий – юниоры, девушки и мужчины. Каждый из участников здесь настроен только на победу. Самбо воспитывает, самое главное – характер. Долго там не удерживает, потому что не просто так. Постоянно на тренировке по 100, а 150 раз упасть там или бросить даже. То же самое на соревнованиях – это высокотехничный и тяжелый спорт. Самбо очень сильно развивается в Мурманске в юношеском возрасте. Начинаем с 6 лет, и ориентируюсь, что это 16. Это когда дети до 9 класса, и они сильно загружены, занимаются очень сильно. Турнир, приуроченный ко Дню памяти воина-интернационалистов, Кандалакши традиционный. Он проводится более 30 лет. 17 из них под эгидой местного объединения общественной организации «Боевое братство». Мы стараемся для того, чтобы молодежь понимала, что необходимо именно увековечивать память, помнить, потому что если мы не будем помнить, то это приводит к лечебным результатам. И, соответственно, они, ребята, стараются. Эти соревнования, вообще, в принципе, это направление, оно развивает патриотизм у молодых людей, кто участвует в этих соревнованиях. И, скажем так, заставляет переоценивать свою жизнь, ценности и вообще, в принципе, взгляды на мир. Ну, это достойно, это дорогого стоит и очень важно. Перед началом боев все спортсмены и болельщики стали участниками торжественного открытия, во время которого почетные гости произнесли приветственные речи и посмотрели танцевально-музыкальное представление. Также глава Кандалакшского района вручил благодарственное письмо заместителю председателя местного отделения боевого братства Владимиру Яраховцу за большую спортивную работу и личный вклад в патриотическое воспитание подрастающего поколения. За большой личный вклад в патриотическое воспитание подрастающего поколения. Участие в организации проведения традиционных областных соревнований по самбо. После торжественной части начались бои. И первыми на ринг вышли девушки, которые, отметим сразу, боролись ничуть слабее парней. Напряжение с первых секунд, захваты, удары, силовые приемы. Но победитель может быть только один. Хорошая встреча была. Сложно было одолеть ее? Ну нет, ну на равных, в принципе, боролись. Маргарита признается, что мечтает об участии в российских и международных соревнованиях. Хочет достигнуть больших высот в этом спорте. Да, у прекрасного пола тоже серьезные планы в самбо. А пока девушки делают первые, но уверенные шаги. Конечно, с уважением к соперникам. Это воспитывает характер, дисциплину. Ну, вообще, любой спорт. Самбо. Ну, потому что это борьба. Вся жизнь, в принципе, борьба. Надо за что-то бороться. Все соперники хорошие. Нельзя их не уважать и как-то думать о них, опускать. Надо любить своего соперника. Отметим, что этот турнир состоялся в Фоке «Северное сияние», который открыли в Кандалакше в прошлом году. Спортивный центр стал местом притяжения. И теперь для удобства спортсменов и зрителей крупные соревнования организуют именно здесь. По итогу состязаний каждый участник получил подарки. А победителям турнира вручили заслуженные медали и призы.